В областном центре прошел исторический матч. Впервые за всю историю местного спорта футбольный клуб Тамбов вышел в 1-8 Кубка России. На домашнем поле команда Андрея Талалаева сражалась за победу с курским авангардом. Об итогах противостояния расскажет Олег Рожков. Середина рабочей недели, середина рабочего дня, а у Спартака аншлаг. Пропустить такой матч истинные любители футбола себе позволить не могли. Чуть ли не за час до игры они уже переминались ноги на ногу, спасаясь от легкого мороза у парадного входа на стадион. Громкие успехи клуба увеличили спрос на атрибутику Тамбова. Так что среди фанатов все чаще и чаще появляются те, кто утепляются фирменными шарфами с символикой команды. А чтобы болельщики громче кричали вперед Тамбов, на территории стадиона расположилась полевая кухня, где любой желающий бесплатно мог подкрепиться гречневой кашей. Сергей Федянин со своим сыном, как и многие на стадионе, стали на один день прогульщиками. В их семье с футболом на «ты». Сергей работает в местной академии футбола, а его сын там же тренируется. Поэтому пропускать исторический матч им было нельзя. Игра выдалась напряженной для всех. Весь первый тайм хозяева поля активно атаковали ворота «Авангарда». Но созданные моменты команде Талалаева так и не удалось реализовать. А вот во втором тайме гости стадиона «Галы» увидели. Первый мяч в свои же ворота отправил полузащитник Алексей Скворцов. После этого хозяева поля подсели и стали ошибаться. Этим воспользовались игроки «Авангарда» и на 85-й минуте забили второй гол. Итог матча 0-2. На пресс-конференции Андрей Талалаев сказал, что поражение сильно расстроило всю команду. Но лично он отметил для себя первый тайм игры. Что касается качества игры, удовлетворен еще раз по сравнению с первым матчем, когда мы играли в Курске. Но скачок очень серьезный. Мне очень понравилось еще раз. Борьбу за Кубок России Тамбов прекращает. Но счет на табло никак не умаляет достижения нашего клуба. Выйти в 1-8 было уже победой. К тому же ФК Тамбов еще может взять реванш у «Авангарда» уже на этих выходных, 29 октября. Только уже в рамках очередного тура Футбольной национальной лиги. Олег Рожков, Илья Демин, Александр Щеднов. Область новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!